Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! У вас в доме такая книга есть? У меня есть. А показать можете? Нет. Она у бабушки лежит, говорит, в гробу. Нет, я на работе. На работе. Ну, под разными причинами. 200 человек уже сказали, Библия есть, и ни один показать не может. А я показываю. Деда, смотри, покажу, что я на работе. Смотри, вот это рабочий душ. Ну, ничего не видно, что это рабочий. Ну, как? У меня вот смотрят, обстановку какую, смотрите. Смотри, дед, дед, вот это все рабочая одежда, видишь? У меня такая же дома обстановка. Это душ? Так это же не дом, смотри, я тебе сейчас покажу самому. Ну, ладно, не надо, ладно, рабочий, рабочий, не надо. Так, вы содержание Библии знаете? О чем она говорит? Конечно, знаю. Ну, объясните тогда, кем является для вас Иисус Христос? Творец. Ну, творец и Аллах у мусульман. А это не ответ. Иисус Христос – это Сын Божий. Лично для вас Иисус Христос кем является? Бог. Бог, не знаете, значит. Значит, Иисус Христос пришел, взял грехи мира и умер за грехи людей. И Он для нас является спасителем душ наших и тел. Спасителем. Его имя Иисус означает спаситель. Дедушка, а вы где находитесь? Я нахожусь на стуле. В городе Барнауле, Алтайский край. Игнатий Тихонович Лапкин. Мне 81-й год. Вам достаточно моей характеристики? Нет. А где вы именно находитесь? Город Барнаул. Там, где я нахожусь, это моя квартира. А вам кажется, что это тюрьма какая-то? Нет. Мне кажется, что вы в каком-то монастыре находитесь. Да нет, это не монастырь. Это квартира. Я так привык жить на маленьком затаренном пространстве, чтобы гостей больше принимать. И комната разбита вся на этажи. Мы верующие, принимаем странников. Вот у меня на 18 квадратах, тут и кухня. До этого была квартира барачного типа. 18 квадратов. И 11 человек могли ночевать, и никто на полу не лежал. Дедушка, вы меня что, в гости приглашаете? Не приглашаю. Но если познакомимся ближе, можете встретимся. Вам будет интересно зайти на наши ресурсы, я вам скажу. Каких ресурсов вообще в мировой сети нет? Какой у нас богатый YouTube? Вот у меня здесь 17 тысяч, 2300 роликов. Самое большое, что мы встречали, 2300. Больше нету. Так при том, они что попало? Это наше. Мы строим деревню православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Тогда первый разговор ведем. Вы бы увидели, какая у нас была миссионерская поездка. Мне Господь позволил. Я вел занятия в пяти университетах, в тринадцати школах, в отделах милиции, во всех воинских частях, заводах, фабриках. Три разные программы регулярно вел. И накопились вопросы. 4124. И у меня вышло 38 томов из печати. И Бог положил мне на сердце подарить их бедным библиотекам. И мы из Барнаула доехали до Владивостока, порт Находка. Вернулись, забросили пять тонн границы, получили паспорта, в шенгенскую зону вошли, прошли до Лиссабона, Португалия, прошли Скандинавию, Прибалтику, Турцию и Север, 650 городов и сел. Везде подарил я 38 томов. Это 750 евро комплект. На полке метр сорок. 31 килограмм. Книги, имеющие духовное содержание и возраждающие действия. Потому что там заключены ответы мои, которые отвечал студентам. На основании любой вопрос, который задают, я отвечаю, что об этом говорит Библия полная, с неканоническими книгами. Что говорит на этот вопрос Библия, это святые отцы, это 300 томов. Что говорят каноны правила, 719 правил. И что на этот вопрос отвечает жития святых, 1173 жития. И что говорит мировая поэзия, 300 поэтов за 300 лет. В каждом ответе. Иисус умер за грехи людей и всех зовет к покаянию, чтобы начали жить по-другому. А для этого мы тут находимся, православные проповедники. Ага. Дед, вы притомолотил красиво вообще. Я сейчас мусульманин, но... А почему? Что, мусульманин, разве на суд Божий не придет? Вот мусульманин-то, это ваша книга? Да. Прочитай, что написано. Все, сгинуло. Стараться. Не надо стараться, не говорить, потому что... Я не могу обещать того, чего я не могу выполнить. Верно? Ладно. Это потому что они по-мужски. Я пришел с великими сокровищами для вас, а вы одно только, рот закрыть для поганых слов и то не можете. Разве это хорошо? Ну... Я бы сказал, какие ресурсы? Это у нас вот, только на... У меня видеоканал, 17300 роликов. А подписчиков сколько и просмотров? Просмотров. Просмотров. 42 миллиона. Ну, вполне себе. А чем вы этим занимаетесь? Я говорю, мне нужно, чтобы вы твердо сказали, что не будете говорить ни одного поганого слова. Что вы подразумеваете? Матершина. Не цензурщина. слово из трех букв оканчиваешься... Никак. Ну, понятно, нецензурно, еще не печатается нигде. И краску, да? Ну, вы не знаете, что такое нецензурные слова? Нецензурная лексика. Слово жопа же нецензурное. И слово хрен. Да не надо это, просто вы вопросы задаете. давайте, общаемся, окей. Обещаешься, не ругаться? Хорошо. Во славу Божию. Я нахожусь в Барнауле, Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Очень приятно. Если у вас будет желание, дальше вы внезапно все отходите, то запомните два слова Игнатий Лапкин. И вы по скайпу меня сразу найдете. Я один в интернете с этой фамилией. Игнатий Лапкин. И я скину наши ресурсы, сайт, которому равных нету тоже. А чем вы занимаетесь? Ну сейчас чем я могу заниматься? Трудимся, мы строим православную деревню с нуля, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Тогда первый разговор ведем, кто желает поселиться. Я понял. А как вы относитесь к русской православной церкви? Да мне зачем относиться, когда я нахожусь в ней? А, вы в составе нее, то есть вы под патриархом Кириллом, верно? Мы ему не причиняемся. Мы зарегистрировались в отделе юстиции к русской православной зарубежной церкви, белой мигрантской, которая за рубежом. То есть РПЦ это нехорошие люди? Я ничего не могу сказать, потому что мы здесь работаем с ними, но у них ничего нету, того что у нас. У нас нет торговли в храме, с тарелкой не ходят, вообще нету. У меня брат священника, родной брат мой священник. Например, если я хочу покрестить ребенка? Это бесплатно все делается у нас. Бесплатно. Поставить свечку. Ну, если я со своей свечкой, например, приду, поставлю по своей свечке не приду. Если я за упокой, то никаких вопросов ко мне не будет, верно? Я говорю о том, слушайте внимательно, свечи у нас чисто восковые, не которые в церкви, мерзость одна. У нас с пасеки берут воск, сами выливают и сколько нужно, батюшка ставит. У нас полная тишина, ногами не переступают, ни одного слова шепота там нету. Если вы зайдете, когда мы поговорим на наш YouTube, вы увидите, как одеты дети, женщины, девушки. По старинному, русскому обычаю, платье до полу и два платка, как хижаб. У нас ни одного развода нету, ни одного аборта нету, ни одного скверного слова, никакой выпивки. Это в России живем, сейчас, а то ничего нельзя сделать, а я отвечаю, надо, да ничего не делали еще. Будем говорить дальше, во имя Христа, что можно сделать. Я говорю, вот вы называете, какие проблемы. Я это слово истребил. Не отрастил, она сама растет. Я могу вам вопрос по правде задать. Зачем вы бреетесь для того, чтобы быть похожим на женщину? Это Петр Первый вел эту задницу. Ну, вы сами посмотрите. Зайдите в храм, изображение Христа, апостолов, пророков, святых, все с бородами. Когда услуг Давиду полбороды отрезали, он их не пустил в Иерусалим. Подостал в город Иерихон, проклятие, пока вырастут бороды. У русских людей... А вы какой-то психолог это понимаете? Что-то... Балдя. Я что-то не могу... Ох, эхо какое-то раздается. Подождите. Вот подождите, подождите. У вас... У меня к вас уже много вопросов, все честно. Хорошо. Я хочу сказать... Смотрите, вот как вы относитесь к ЗАГСу? Подождите, я... Я отвечу. Это будет диалог, это будет диалог или монолог? Либо по другому будем перебивать, я могу диалог или монолог сказать? Я объясню, как ответ буду, только я еще не отвечаю. Я отвечаю студентам согласно того, на любой вопрос, что говорит Библия, что по этому вопросу говорят святые отцы, что житие от святых и каноны церкви, чтобы вы знали, какой мой будет ответ. И что говорит поэзия мира. Слушаю вас. Хорошо. Хорошо. Вот. А сейчас 2019 год кончается. я сейчас медленно говорю. Как вы относитесь к ЗАГСу? Стоит водить, а вообще людей в ЗАГС, девушки, своих любимых, или нет? Володя, придется подойти. Я сейчас от слова ЗАГС вроде услышал какой-то. Он говорит, как вы относитесь к ЗАГСу? К ЗАГСу? Да. Ну, как государственному учреждению. Для нас он не является таинством. Если венчается, венчания нету, а в ЗАГС сходили-то. Но они могут быть муж с женой. Но когда разведутся, если случится, он может еще жениться. А если венчался, то уже не будет. Поэтому у меня из ЗАГСа документы о рождении, все как есть. Но без этого жили люди. И это не является таинством. Вот мой ответ. А какая отношность к гражданскому браку? Если, допустим, я не хочу вести свои любые девушки из ЗАГС. Как к разврату. Как к скотству животных. Гражданского брака нет. Есть брак, настоящее венчание. И есть разврат. Вот говорят, а какой динаминации, какой конфессии, таких слов нет в Библии. Сатана прикрыл слово ересь. Мы должны спрашивать, к какой ереси относится. Есть церковь и еретики. Все. Это Сатана такую сумерки навел. Есть тьма и свет. Никаких сумерек нет. А большой взрыв откуда произошел? Что произошло? А большой взрыв откуда произошел? Большой взрыв откуда произошел? Какой взрыв? Где? Это вы происхождение мира это от коллапса в космосе. Глупости всякие. Бог сотворил все. И всю эту красоту. У коллапса, у взрыва нету разума. А человек наделен разумом. Откуда он взялся бы в природе? Тут даже говорить не о чем. Люди не признают Бога. Причина одна. Я отвечаю так, как есть. Я отвечаю то, что должны знать люди. Согласно Слову Божию. А вы адекватно можете ответить на мой последний вопрос? А почему он последний? Вы еще не начинали нужные вопросы. Вы спрашивали о том, что вам век не нужен. Вы должны спросить, как душу спасти? Как в аду не оказаться? Что? Кто первый появился? курица или яйцо? Владимир, подойди, пожалуйста, еще раз. Что-то бурщит вот так вот. Кто первый появился? Курица или яйцо? Курица, курица. Курица. Бог сотворил, она закудахтала и снесла яйцо. Бог сотворил все. И все такое различное. Не можно сказать, что слон и муравей это одно и то же. Нет. Кит и стрекоза. После вашей сколько я хотел захотел пойти в ЗАГС. у меня трудно разговаривать. Почему? Вы то ли далеко или близко, я не пойму, у микрофона. Какое-то эхо какое-то идет. после ваших слов я на самом деле решил пойти в ЗАГС с своей девушкой. Подождите, то ли интернет у вас нет. Какие-то перерываются словами. Мне очень трудно воспринять это. Еще раз. Он говорит, после ваших слов он захотел идти в ЗАГС с девушкой своей. Ну, это ваше дело. Дело в том, что мы пришли проповедовать о Христе, что он умер за наши грехи и ждет людей с покаянием. Его руки раскинуты, чтобы обнять нас. И неверующих людей сегодня 8,5% в мире, но 99,9% преступлений падает именно на них. Сдерживающего начала нету, как Надежда Крупская говорила, религия узда для масс. Она правильно сказала, страх Божий. И когда Яну Затаусту, патриарху Константинопольскому, самый плодовитый проповедник, говорили, вот вы говорите, а ваши верующие вон, посмотри, в пивнушку пошли. А он говорит, что у верующего есть три причины быть нравственным. Первое, страх Божий. За грех Господь отправит человека с сатаной в ад, где будет плачать грязь из зубов. Обещается награда. И третье, вспомоществующая благодать Божия. У неверующих ничего этого нет. И верующие, несмотря на это, еще падают, то что верующие, которые неправильно поступают, согласен, но что неверующие правильно, этого сказать не могу. Вот сейчас мы заранее закуривайте. Нам не положено разговаривать с курящим. Выбросите эту вонючку изо рта. Вот у вас мозги-то в дыму все время. 12 лет жизни отнимает и 10 лет харкать будете туберкулезом. Выбросите, уберите ее, пока разговариваете. Вы думаете, что это, хорошо что ли? Взрослый дядька. Ну выбросите. Я вам скажу о наших ресурсах, которым нет равных мировой сети. Я нахожусь сейчас в городе Барнолло, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Вы, если зарядите Игнатий Лапкин, в скайпе зайдете. Я один с этой фамилией, именем. И я могу скинуть наши ресурсы. Вот здесь в Ютубе сейчас, где вы находитесь, во свете Библии канал Игнатий Лапкин. 4 слова. И вы войдете в него. У меня здесь 18 300 роликов. Мы не верим в Бога. Мы не верим. Ну не веришь, это еще не окончательный приговор вашей душе. Вы можете уверовать сегодня же. Я не верю в Бога. Вот в Библии центральная книга посредине, самая большая по объему, Псалтырь. Это 3000 лет назад. Давид говорит, сказал, я отвечаю, 13-й Псалом, сказал, безумие в сердце своем, нет Бога. Они разбратились, совершили гнусные преступления, нет делающие добро, нет ни одного. Вот ответ. Я не верю в Бога. Почему? В блуде утонули, в пьянстве, в сквернословии, в ненависти. Вы не даете даже слово сказать. Да как бы я отвечал на вопрос, если бы вы не сказали? Не боюсь даже ничего сказать. Да вы вопросом задали, вы же говорили, это не магнитофон ваш говорил. Ответ, вопрос, вопрос задать очень просто. Ответить на него, мне нужно 57 лет было учиться, чтобы все это знать. А вопрос просто брякнул, Бог может сделать камень, который не сбегнуть? Я говорю, ты возбег в башке своей причину эту и не можешь к Богу прийти. без Бога нет жизни, она бесцельная, не лопух на могиле. Не даете даже слово сказать. Говорите, пожалуйста. Вы смотрели Познера? Вы смотрели ведущего Познера? Знаю, Безбожник. Безбожник.